Сколько километров кровеносных сосудов у человека? Вы удивитесь? Сто тысяч! От того, как эта бесконечно длинная магистраль будет эффективно работать, зависит жизнь конкретного человека. От того, как будет работать кровеносная система целого города, теплосети, зависит жизнь миллионов человек. Об анатомии городского теплоснабжения и расскажем. Сначала ТЭЦ запускает горячую воду по магистральным сетям. Это самые большие трубы диаметром 1200 миллиметров. Они словно артерии, которые тянутся в основные участки городского организма, район. В теле человека артерии разветвляются на более мелкие сосуды. В системе доставки горячей воды происходит точно так же. Теплоноситель распределяется по внутриквартальным сетям, диаметр труб в которых от 300 до 50 миллиметров. Их задача — доставить тепло до границы дома. Ну а по квартирам уже бегут совсем тоненькие капилляры тепловой сети. Внутри домовые трубы. Их, кстати, многие домовладельцы меняют на пластиковые. Почему же теплоснабжающие компании не делают этого на городских сетях? Все дело в физике. На выходе из ТЭЦ температура воды достигает 150 градусов, а ее давление — 16 атмосфер. Пластиковая труба такого просто не выдержит и расплавится. Но с расстоянием эти показатели снижаются, и после теплового пункта конкретного дома вода уже имеет температуру 90 градусов и давление — 10 атмосфер. Это уже приемлемые параметры для пластиковых труб. Сложнее пластик и ремонтировать. Заплатку на такую трубу, как на стальную, не поставишь. Придется менять всю секцию. А это дороже и дольше. А еще стальные трубы лучше выдерживают давление грунт. Так что металл — это по-прежнему самый надежный способ поддерживать в порядке городскую кровеносную систему. Теплосеть. Теплосеть.